МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который своим примером показал и доказал, что на селе можно работать, можно создавать современное конкурентоспособное и прибыльное хозяйство. Итак, сегодня вместе с нами член полицовета партии Нур-Отан, общественный деятель, успешный предприниматель, ученый-агроном Иван Сауэр. Иван Адамович, здравствуйте, добро пожаловать в эфир Казах-ТВ. Надеюсь, мы не сильно вас отвлекли от уборочной страды и от подготовки к зиме. Иван Адамович, исторический земельный вопрос, это один из самых, конечно, острых вопросов, но на теме продажи земли иностранцам мы останавливаться сегодня не будем, поскольку президент в этой теме поставил жирную точку, сказав, что не будет наша земля иностранцам продаваться. Поэтому предлагаю поговорить о другом, об эффективном использовании этих земель. Вот президент подверг справедливой критике тех, кто получил бесплатно земли и теперь не работает на них. Более того, глава государства предложил изымать эти земли, неиспользуемые земли. Что вы думаете об этом? Ну, на самом деле, это действительно, он не только для нашей страны, он вопрос актуален для всех и особенно для молодых государств, для молодых демократий. Он до сих пор еще такой животрепещущий вопрос. И, к сожалению, это один из самых главных, один из самых сложнейших, самых болевых вопросов. Но я думаю, что он не уходит с повестки дня, прежде всего потому, что где-то мы пытаемся его излишне политизировать, а где-то мы пытаемся сделать вид, что он и не существует. На самом деле, уже, конечно, пора бы было разобраться с земельным вопросом за столько лет. Есть реальные возможности такие, есть понимание. Надо просто сесть спокойно и разобраться с этим вопросом. А по поводу изъятия тех земель, которые используются не по назначению? Ну, я бы сказал, нужно внести существенные поправки в законодательство. Тогда бы вопрос сегодня самый острый стоит, как изъять. Нужно внести поправки в законодательство для того, чтобы многие вопросы сами по себе отпали. Потому что то, что говорит президент, много появилось людей, которые на государственной земле просто ни о чем, ни про чем зарабатывают. Это же так очевидно, и это так легко. И нужно прописать норму закона, чтобы так называемый класс, а это сегодня уже, к сожалению, целый класс в республике, целый слой населения, чтобы он сам по себе исчез. Они должны сами эту землю сдать во избежание каких-либо осложнений. И это надо прописать в законе, потому что тот механизм, который существует сегодня, на уровне Акима, района, этот вопрос не решится. Как вам кажется, сколько времени может уйти на то, чтобы такой закон разработать, принять и реализовать все то, о чем президент сказал в выступлении? Я думаю, не более трех-пяти месяцев. Я был в группе, которая вносила поправки в земельный закон, но как-то вот те ключевые моменты, которые нужно было внести в этот закон, их отодвинули, занялись больше такими. Переносили запятые, меняли формулировки, и вот в таком духе. А ключевой момент, то, что сегодня очень остро стоит, на самом деле, ведь тот кодекс, который принимался в начале 2000-х, да, он был сделан в угоду и под давлением олигархата, где граждане страны со своими земельными долями могут очень легко войти в ТО, АО, КХ, куда угодно. Но выйти практически у них возможности нет. А это очень плохо. Поэтому ни о каком рыночном механизме здесь речь вести нельзя. Вот если бы владельцы земельных долей могли по результатам года, и тот, кто владеет реально сегодня их земельными паями, чувствовал бы опасность, что кто-то может уйти из-за того, что он мало платит, что он не занимается качеством жизни на этой территории, он бы совсем по-другому вел дела. А это не работает. То есть нужно изменять подход. Зато мы знаем, работает другое. Когда у людей берут эту земельную долю, быстренько ее куда-то закладывают, потом банкротство, уже банкротство и привет горячий. Вот эту норму нужно немедленно отменять. Нужно дать право тому, кто входит с долей, чтобы он, естественно, не развалив это ТО, на вполне можно прописать нормальный механизм, мог оттуда и выйти. Это ключевой вопрос на сегодняшний день. Увеличить площади орошаемых земель, предложил президент. Вот как вы считаете, какие еще механизмы и реформы могли бы примениться для того, чтобы наша земля использовалась правильно, а сельское хозяйство возродилось? Ну, то, что касается орошаемых земель, это очень замечательно. Мы это уже слышим не первый раз. Есть программа, где прописано, что нужно увеличивать площади орошаемых земель. Но надо проследить, чтобы принятая программа была наполнена деньгами. Если там будет финансирование, то это все реально, это все возможно. Если там не будет финансирования, то строительство орошаемых земель – это очень дорогой проект. И мало найдется тех, кто бы смог с собственными средствами увеличить площади орошаемых земель. А нынешний год как раз он показывает, что нужно заниматься именно орошением. Это очень актуально, потому что у нас на самом деле в этом году мы столкнулись с очень серьезной засухой. И особенно там, где есть интенсивное животноводство, где нужны корма, и не просто абы какие, а именно нужно выстроить рацион кормления животных, там без орошаемых земель двигаться никак нельзя. В своем послании президент поставил перед Министерствами торговли, интеграции, сельского хозяйства задачу поддержать фермеров в вопросе сбыта продукции. Правда, президент говорил только о внешних рынках, но ведь мы с вами прекрасно знаем, что и на внутреннем рынке наши фермы постоянно сталкиваются с проблемами сбыта своей продукции. Вот вам, как сельхозтоваропроизводителю, наверняка понятно, о чем я говорю. Ну да, действительно, мы, к сожалению, мы это видим, это ежедневно, мы повседневно наблюдаем, что цены, по которым фермеры отдают свою продукцию, и те цены, по которым эта продукция покупается потребителями уже конечными, они очень сильно разнятся и не в пользу фермера. Да, мы знаем, что практически за копейки уницы бывают продукции. Да, это, ну, как правило, это когда два раза фермер смотрит нормально, уже привык настолько, что двойное увеличение его уже как бы и не беспокоит. Ну, это очень большой вопрос, и то же самое, надо глубоко заниматься, ну, скажем, такой вопрос. В свое время взяли для поддержания наших отечественных переработчиков, ввели запрет на экспорт кож сырья. Да. Ну, кто-то же готовил документ, кто-то же выступал экспертом, кто-то же этим занимался, но сегодня все фермеры кричат, особенно кто занимается откормом животных, что кожи просто утилизируют, просто выкидывают, грубо говоря, на помойку. Но раньше их продавали, и вопрос даже не стоит, что дешево хотят их забрать или как-то, их просто никто не берет, они никому не нужны. Но тогда надо вернуться, кто был отцом этого решения, кто протащил такое решение, почему не обеспечили дальше, почему не отвечают. Вот все наши хорошие идеи, как правило, они разбиваются о какие-то вот такие подводные камни. Мы приняли, поаплодировали, отчитались и назад уже не смотрели. И забыли. Тут же забыли. А надо анализировать, надо смотреть, а что же делается, что же происходит. Потому что мы тоже порой какие-то сказочные предлагаем идеи, я имею в виду своих коллег, аграрников. Все нужно четко анализировать. Нужно четко анализировать, смотреть и возвращаться. Хорошо, мы сделали, что-то пошло. Надо сказать, да, вот это у нас пошло. Но если что-то не идет, мы должны набраться смелости и сказать, стоп, пока далеко не уехали, давайте остановим, давайте пересмотрим. А у нас такое зачастую происходит. Поэтому вот много добрых идей именно вот в этой рутине, они и погибают. То есть основную проблему развития нашего сельского хозяйства вы видите в человеческом факторе? В первую очередь, да, кто говорит, ведь мы зачастую что смотрим, кто-то где-то получил высокий урожай, кто-то где-то получил рекордный надой, и давай мы это все раскручивать. Замечательно, я приветствую такие вещи. Это очень здорово, что мы это сделали. Давайте вернемся туда через полгода, через год, через три, давайте посмотрим, давайте разберемся. А что там произошло? Ведь любой, кто приходит, хочет начать какое-то дело, он же пишет бизнес-план. И там все расписано, там все очень здорово расписано. Потом проходится экспертиза, потом на многих уровнях это все утверждается. Тогда надо брать эти проекты, брать эти бизнес-планы и к ним возвращаться. Дорогой, ты же обещал то-то, 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 не выполнил. А почему не выполнил? У тебя же все было расписано, ты был согласен, все утвердили. Надо посмотреть, надо разобраться, мы не разбираемся. Потом позволяет себе говорить, вот сельское хозяйство, туда сколько не давай, все бесполезно. Надо посмотреть, а дали ли сельскому хозяйству. Есть такие проекты, которые заведомо обречены. На инфраструктурное развитие аулов к уже выделенным 30 миллиардам в этом году президент поручает дополнительно выделить еще 90 миллиардов деньги. Какие механизмы нужно разработать, чтобы эти деньги дошли до адресата и были использованы по своему главному целевому назначению, а не разворованы по пути? Понятно, этот вопрос сейчас волнует всех. Очень важный вопрос, очень важный вопрос. Вы посмотрите, что сегодня значит бюджет. Мы говорим, что у нас теперь 43%, но все равно это огромное количество людей проживает в сельской местности. Конечно. Что вкладывается в сельскую местность? Что вкладывается в сельскую местность? Что вкладывается? Почти ничего не вкладывается. Почти ничего не вкладывается в сельскую местность. Деньги в лучшем случае остаются в городе. Это понятно, это объяснимо. Начинать надо с крупных городов, со столиц, республиканских. А ну вот 90 миллиардов это мало? Пока это только обещано. Мы посмотрим, когда они придут и как они будут распределяться, как они будут делиться. Ну если сегодня взять, посмотреть любой райцентр, который находится в 100-150 километрах от областного центра, от столицы, мы увидим там совсем другую жизнь. Поэтому аул Ельбисе – это то, что мы ждем много-много лет. Это нужно делать. Это очень важно. Это наконец-то вспомнили. Вы посмотрите, если, скажем, мы говорим о строительстве, ну это как правило для городов. Мы же не говорим, вот 7-20-25, о которой, кстати, президент сказал, что мы во многом ошиблись с этой программой, да? Но тогда же, когда только Ельбасы провозгласил 7-20-25, я давал несколько интервью и предлагал, что для села должна быть какая-то программа. 4, скажем, 4-10-20 или 2-10-20. То есть надо всегда смотреть, помнить, что сельская территория и города – это очень большая разница. Не нужно, это правильно, говорит президент, урбанизацией нужно управлять. Урбанизация неуправляемая быть не может. Урбанизацией нужно управлять. И не нужно пытаться всех людей с этой огромной территории поселить только в города. На селе тоже можно жить и создавать качество жизни. Нужно создавать рабочие места. Нужно стимулировать создание рабочих мест. Посмотрите проблему малоимущих. Кстати, на нашей территории нет ни одной семьи, которая бы получала адресную социальную помощь. И, честно говоря, я не могу понять, когда с такой помпой преподается, что какой-то бизнесмен многодетной семье подарил одну-двухкомнатную квартиру и все такое. Да разве в этом вопрос? Ну, хваленная Европа, 50% жилья арендного. Что же мы думаем, каждому нужно это жилье? Это неправильно. Может быть арендное, может быть служебное, может быть какое угодно. Людям даже с нулевой ставкой брать ипотеку, там где четверо, пятеро и более детей в сельской местности, где нет стабильной работы, заработной платы, да им даже с нулевой дадут ставкой ипотеку, она им не посильна. И не нужна она им, им нужно дать работу, им нужно дать арендное жилье и дать работу. И таким образом надо решать эту проблему. Тогда мы, во-первых, люди сразу получают без всяких там ожиданий 20 лет, они сразу получают крышу над головой, они получают работу и не будут они иждивенцами. Они будут счастливы, они будут работать, они не будут ждать эту социальную помощь. А сегодня мы обижаемся, что они иждивенцы, но для того, чтобы они не были иждивенцами, надо дать работу. Надо дать работу, надо сегодня сделать инвентаризацию. Ну, пресловутую удочку, а не рыбу, да? Был совхоз. Было в совхозе там 400, 500, 600 крупных, 700 рабочих. Сколько сегодня? Та же земля, те же ресурсы, есть государственные программы. А сколько там сегодня рабочих? В разы меньше. В разы меньше. А почему? А что? Урожаи стали меньше? Нет, урожаи стали больше. Урожаи стали больше. А рабочих мест меньше. А почему? Что там происходит? Мы же этот анализ не делаем. А его надо делать. Его надо делать, причем не надо бояться называть имена, конкретные адреса и говорить. Что же там происходит? Когда мы выйдем на такой честный, откровенный разговор, мы будем замечать, что с каждым годом жизнь наших людей, независимо населения, в городе, будет лучше, краше, интереснее. Спасибо вам огромное, Иван Адамович, за эту интересную беседу, за ваши ответы и хорошего урожая, несмотря на погоду. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин